Мы с вами тоже хищники, и если нас тянет в джунгли, то только поразвлекаться, а не взять копье и бегать с желанием абсолютной свободы и выживания в естественных условиях. То есть мы знаем, что все-таки комфорт человечество создает, принесло. Поэтому здесь это абсолютно неправильный стереотип о том, что животным на воле абсолютно здорово, интересно, комфортно. И тут достаточно почитать Кимплинга для того, чтобы понять, насколько сурова природа. Есть целые фразы, которые говорят о многом, выживает сильнейший. Это и есть настоящая природа. И надо залезать в мозги животного, который при минус 40 по пояс в снегу либо идет в поисках пропитания, либо уходит от того, чтобы им никто не пропитался. И это и есть правда. Это и есть правда жизни. Что кто-то один из них умрет либо от того, что его съедят, либо от того, что он не съест никого. И надо спросить, а кто из них счастлив-то по-настоящему в этот момент. Так что это такое заблуждение, что природа приносит животному абсолютное счастье, гармонию. И чтобы не быть голословным, достаточно понимать, а почему так животных некоторых видов становится все меньше и меньше. И причиной не всегда является человек. То есть не всегда человек вмешивается в уничтожение определенных видов. Сама природа уничтожает, другие животные виды начинают преобладать над другими. Вот и все. Так что здесь надо просто-напросто уметь разбираться в психологии животных. Надо понимать, какие условия предоставляет им природа. Комфортные это условия или действительно это выживание. Но и надо понимать, что у животных есть чувства. И я с большой долей ответственности могу заявить, что животные по мне скучают. И когда я прихожу, я вижу, как они искренне радуются. Самый яркий пример это, наверное, собаки, которые действительно радуются, что ты к ним пришел, что ты с ними общаешься. Что они просятся на ручки, кошки, собаки. Это и есть животные. И если человек не так хорошо знает тигра, как я, то он начинает утверждать, что тигр и собака – это разные вещи. Во многом, во многом да. Но и очень много совпадений. Тигры точно так же испытывают эмоции и привязанности, и хотят общения, им интересно все это. Так что да, тигр может влюбиться. У меня есть такие примеры. Это мой тигр Мартин, это папин Лев Султан, это тигр Пурш Маргариты Назаровой. И таких примеров я могу еще с десяток привести. Такие животные, которые действительно влюблялись в человека и становились лучшим другом.